МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Курган.ру. С вами Наталья Чеменева. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника регионального управления МВД Антона Антонова. Ранее он заведовал отделением по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. А обвиняется мужчина в контрабанде запрещенных веществ в крупном размере. В 2013 году обвиняемый организовал через своих знакомых наркоторговцев подбросы крупных партий дурманящих средств с ничего не подозревающим пассажиром электропоезда Петропавловск-Макушина. Одного из них Антонов задержал, второго потерпевшего изобличить не удалось, так как его остановили при пограничном контроле. Еще одного обвиняемого и его сообщницу умышленно спровоцировали на контрабанду. Наркозависимый гражданин подобрал в городе Петухово лицо, ведущее антиобщественный образ жизни. Под надуманным предлогом якобы съездить за водкой в Казахстан убедил его выехать в город Петропавловск, где на переданные деньги заранее были приобретены наркотики в районе вокзала города Петропавловска. И вот это наркозависимое лицо, вот он взял куртку потерпевшего, туда вложил наркотик, потом куртку вернул, ничего, естественно, ему не сказав. Потерпевших по ложным обвинениям привлекли к уголовной ответственности. Длительное время они были под стражей. Также известно, что Антонов покровительствовал своим соучастникам и помогал им заниматься сбытом наркотиков. Он обратился к ранее знакомым жительницам города Петухово, также занимающимся наркооборотом, и предложил, скажем так, такую сделку. То есть они помогают ему организовать контрабанду наркотиков через границу с Казахстаном. Он эти преступления выявляет, и в качестве благодарности за такую помощь он не мешает им торговать наркотиками. В конце мая прошлого года следователи и специалисты ФСБ по Курганской области задержали сотрудника органов внутренних дел на рабочем месте. У нас на данный момент, я считаю, что собрана достаточная совокупность доказательств для такого серьезного обвинения. И вообще для Курганской области, конечно, такой случай, он из ряда вон выходящий. Четкое осознание того, что ты невиновного человека садишь, ну то есть такого вот не было просто. Дерзкое, дерзкое. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд. Молодому человеку, экс-сотруднику полиции, грозит более 30 лет тюрьмы. Елена Швецова, Илья Урванцев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. На протяжении шести дней 16-летний подросток, находящийся на лечении в Китовской больнице, сбивал и морально унижал двух своих соседей по палате. Одному мальчику было 7 лет, другому 9. Причем, как сообщается на сайте прокуратуры за Урали, врачи жалобы родителей потерпевших оставили без внимания. По неподтвержденной официальной информации, происшествие случилось около года назад. С тех пор в медучреждении установлены камеры видеонаблюдения. Уголовное дело в отношении подростка истязавшего малолетних было возбуждено только после вмешательства в прокуратуре Китовского района. По результатам рассмотрения представления, внесенного в Департамент здравоохранения Курганской области, руководитель Китовской ЦРБ был привлечен к дисциплинарной ответственности. Целый склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одном из гаражных кооперативов Кургана. Снаряды подверглись глубокой коррозии и представляли опасность для окружающих. Подробности в сюжете. 3 апреля в правоохранительные органы поступила информация о взломе гаража в ГСК номер 31А. Неизвестные, разломав крышу помещения, угнали автомобиль, принадлежащий 46-летнему жителю Севастополя. Председатель кооператива вызвал сотрудников полиции. Прибывшие на место силовики обнаружили страшную находку – боеприпасы, которые хранились прямо в гараже пострадавшего. Обнаружен был в гараже у гражданина, так сказать, эхо-войны, снаряд 76 мм калибром, жавый, старый, который прошел канал ствола, то есть уже был выстрелил. Был найден ВОК-17 также и промежуточный детонатор. Было принято решение на месте, увезти и уничтожить, что мы и сделали. Патроны, артиллерийский снаряд, детонатор – все они подвержены глубокой коррозии и представляли реальную опасность для окружающих, так как могли сработать в любой момент от малейшего сотрясения. Привлеченные силы специалистов взрывотехников ОМОНа погрузили смертоносную находку в контейнер, вывезли на полигон и уничтожили. Лариса Драгункина, Глеб Печорских, Лидия Когородцева. Информационное агентство Курган.ру. Знание культуры и религии различных народов – одна из действенных форм профилактики экстремизма. Об истории ислама, его основных ценностях, а также о радикальных течениях со студентами Курганского государственного университета поговорил представитель регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Нургазык Акабаев. В Курганской области опасность распространения радикальных течений ислама не так велика, как в некоторых регионах. Однако и в Заурале отмечалась деятельность отдельных экстремистских групп. Представитель регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Нургазык Акабаев рассказал, что радикальные течения опасны для молодежи. Группировки используют религию в своих целях, воздействуя на психику молодых людей. Знаете, по вопросам студентов, мне кажется, они очень хорошо знают ислам, они изучают, они интересуются исламом как религии. И что это за религия? У них огромный интерес вес к исламу. Студенты действительно интересуются историей ислама, но не углубляются в изучение радикальных течений. И говорят, что ни в коем случае не примкнули бы к таким группировкам. Чтобы избежать неприятностей, молодые люди советуют ответственно подходить к изучению вопроса и не вестись на экстремистские высказывания в социальных сетях. Это именно направлено, считаю, больше на людей, которые легко подойдутся к какому-то внушению. То есть, если действительно углублятельяться во всё это, то веры этому нет. То есть, это действительно направлено на массовое сознание, которое не будет заниматься изучением этого всего, не будет разбираться в соцсоте, а лишь будет только смотреть на что-то яркое и вызывающее. Как основная мысль, которую мы услышали, что главное изучать смысл религии, не переставать учиться, чтобы не уйти в сторону, чтобы вами не воспользовались какие-то люди, настроенные радикально. Преподаватели исторического факультета считают, что эта встреча продолжит ряд культурно-просветительских мероприятий по профилактике экстремизма среди студентов. Елена Швецова, Илья Урванцев, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курганру». Насколько готовы за Урале к пассивной, обсудили аграрий, представители власти и банкиры на традиционной пресс-конференции, посвященной началу весенних полевых работ. И потерям урожая 2014 года была Светлана Епифанова. Главные вопросы – это задачи агропромышленного комплекса на текущий год, меры федеральной и региональной поддержки аграриев, сотрудничества сельхозпроизводителей и банков, а главное – степень готовности отрасли к весеннеполевым работам. Глава профильного департамента Сергей Пугин отметил, что в нынешней ситуации оптимизма всё больше и больше. Поддержка государства тем, кто понёс убытки в результате сложных погодных условий уборочной кампании, уже на подходе. 800 миллионов рублей получат более 500 аграриев. В целом за Уралью нужно 3,5 миллиарда рублей, чтобы провести пассивную. На данный момент остро стоит проблема с обеспеченностью семенами и минеральными удобрениями. Цена на удобрения очень серьёзно выросла, с учётом того, что производители минеральных удобрений всё-таки пошли навстречу сельхозпроизводителям и зафиксировали цены для конкретных регионов и конкретных округов. В частности, для Уральского федерального округа была зафиксирована декабрьская цена, самая низкая. Но, тем не менее, всё равно отсюда достаточное количество финансовых ресурсов для того, чтобы закупить удобрения. Сегодня у кого экономическая сила? Экономическая сила получилась у тех, у производителей удобрений. Вот что они говорили, мы лично для хозяйства не смогли по этим ценам пустить. Отвечают они на ответ. А мы эти лимиты, которые были, мы продали. Кому продали, как это невозможно отвлечь. На прошлой неделе стали известны цены на зерно, объявленные Министерством сельского хозяйства. 8,5 тысяч по четвёртому классу, 9,5 по третьему. Это хороший стимул для сельхозтоваропроизводителей работать не только над тем, чтобы сохранить пассивные площади и валовый сбор зерна, а для выращивания более качественного продукта. Владимир Остапенко, депутат областной думы, также поднял вопрос о кредитах. Череда сложных лет выкачала ресурсы аграриев. Большинство сельхозтоваропроизводителей увязли в долгах, не могут справиться с платежами. Новые кредиты нужны, чтобы не потерять драгоценное время пассивной. Учитывая сложную ситуацию прошлого сезона, банки пошли навстречу. Так, Россельхозбанк реструктуризировал или пролонгировал 40% ранее полученных кредитов в области. А это более 300 миллионов рублей. Кроме того, на многих полях, там, где в прошлом году молотили в снег, осталась высокая стерня. Чтобы сохранить количество пассивных площадей, нужно освободить 200 гектаров от предыдущего урожая. Светлана Епифанова, Александр Киселев, Александр Бутаков, информационное агентство «Курган.ру». С 1 апреля в России стартовала весенняя призывная кампания. До 15 июля ряды российской армии должны будут пополнить более 150 тысяч новобранцев. Как дела с призывниками обстоят в нашем регионе, знает Александр Мироненко. В областном военкомате состоялась встреча военного комиссара области Эдуарда Лобачева с представителями СМИ. Главной темой обсуждения стал весенний призыв новобранцев. По словам Эдуарда Лобачева, ряды вооруженных сил страны пополнят более 1100 зауральцев. В прошлом году отправили служить 1184 человека. Учащимся 11 классов при условии положительной сдачи единого государственного экзамена будет предоставлена отсрочка до 1 октября для поступления в учебные заведения. При этом в дальнейшем данным юношам отсрочка по образованию будет предоставлена только поступившим в высшие учебные заведения. На сегодняшний день план по отправке военнослужащих из нашего региона выполняется в полном объеме. Однако есть и такие, кто не собирается давать служебный долг родине по различным причинам. Цифра этих граждан снизилась ровно в два с половиной раза. На сегодняшний день насчитывается порядка 700 с небольшим граждан, которых мы не можем оповестить установленным порядком. По причине того, что они поменяли место жительства, не сообщили военный комиссариат своевременно, либо куда-то убыли за пределы Курганской области и не сообщают, куда они убыли, и там на новом месте жительства не встают на воинский учет. Еще одной темой обсуждения стала военная служба по контракту. Согласно закону, молодые люди, имеющие высшее образование, имеют право выбора между службой по призыву сроком на один год или же пройти альтернативную гражданскую службу за два года в любом из четырех военных округов. Южный округ, Центральный, Восточный и Западный. В основном наши граждане, наши земляки служат в Центральном военном округе. Это вот такие города, как Екатеринбург, Челябинск, Самара, Тотская, на населенный пункт. Значит, тарифный разряд, первый тарифный разряд, воинское звание рядовой, составляет денежно-довольство 20 тысяч. Александр Мироненко, Александр Менчиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру Почти 300 курганцев собрала массовая зарядка, которая прошла во Всемирный день здоровья в столице Зауралия. К любителям спорта и здорового образа жизни присоединилась и наша съемочная группа. 2015 год проходит под эгидой борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно эти проблемы со здоровьем занимают первое место среди причин смертности в нашей стране. Вот именно сердечно-сосудистые заболевания, развитие этих болезней, можно предупредить. Предупредить, если каждый будет знать о том, что нужно вести здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, от курения. Это борьба с гиподинамией, подвижный образ жизни, это физические упражнения, это контроль за своим весом, это контроль за уровнем холестерина в крови и уровнем сахара крови. И тогда ваши сосуды будут здоровы. На площадке перед Курганским медицинским колледжем в честь Дня здоровья прошла акция «День борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Все началось с утренней гимнастики. В ней приняли участие почти 300 человек. Среди них почетные граждане за Урали, спортсмены, студенты и школьники. Я думаю, что говоря о Дне здоровья, мы поднимаем несколько факторов. В первую очередь это физическую культуру и спорт. То есть в первую очередь физическую культуру, потому что спорт, он связан с определенными нагрузками, не всегда идентичен нашему здоровью. Поэтому физическая культура, это мне кажется, главное. В рамках акции все желающие смогли посетить Центр здоровья, сделать флюорографию, измерить давление и получить врачебные консультации на тему здорового образа жизни. После обеда в медицинском колледже начал работу региональный форум молодежных инициатив «Здоровое поколение. Богатство страны». Программа получилась насыщенная. Секция фитнес-аэробики и секция защиты социальных проектов. Это и учебно-исследовательские работы, и мастер-классы. И огромное количество гостей, которые собрал форум. Это представители Казахстана, это представители наших соседей, это Челябинская область. Форум проходил во второй раз. В медколледже считают, что он станет хорошей традицией. Валерия Мельникова, Глеб Печерских, Лидейка и Городцево информационное агентство Курган-Ро. Воспитать интеллектуальное поколение, которое будет развивать Курганскую область, главная цель партийного проекта «Единая Россия» – «Интеллектуал за Уралья». В течение пяти лет этот проект работал по направлению «Шахматный всеобуч». Теперь же настало время расширять деятельность. Тему продолжит Марина Богатырева. Пять лет назад проект «Интеллектуал за Уралья» начал осуществляться в Сафоколевском районе. Теперь же «Шахматный всеобуч» действует уже во всех школах области. Наши ребята уже не раз участвовали в соревнованиях, как районных, так и областных. Даже областных занимали первые и вторые места. Так что успех уже есть за три года. В общем, достигли определенных результатов и так далее. Накануне руководитель проекта, депутат Курганской областной думы Марат Исламов, встретился с руководителями образовательных учреждений Сафоколевского района, чтобы рассказать о новом витке развития проекта. Теперь «Интеллектуал за Уралья» будет расширять сферы деятельности и начнет включать уже профессиональное ориентирование учащихся. В городе это техническая направленность и промышленные специальности, а в сельской местности – агробизнес. В городских школах это малая академия. Такой есть проект у нас хороший в области действует. А на селе агробизнес школы будут формироваться, где будут обучаться одаренные дети из сельских школ, которые прошли обучение именно в шахтах, в начальных классах. Через это мы готовим будущее Курганской области. То есть мы готовим умных, талантливых, логически образно-мыслящих детей, которые в последующем придут в экономику, в образование, в здравоохранение. И они привнесут новации огромные. В ближайших планах – турнир по шахматам между учителями начальных классов, который пройдет в мае в Белозерском районе. А 2 июня состоится межрегиональная научно-практическая конференция с участием зарубежных гостей, на которой будут подводиться итоги реализации проекта и обсуждаться подготовка к новому пятилетнему циклу под названием «Шаг в будущее». Марина Богатырева, Александр Мещиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру. Выносливость, скорость, а также навыки стрельбы делают пулятлон видом спорта, готовящим молодых людей стать настоящими защитниками Отечества. Очередной герой рубрики «Время успеха» получил звание мастера спорта по лыжным гонкам благодаря упорству и стремлению быть первым. Еще в четвертом классе Роман полюбил лыжню. Все свободное время он проводил вместе с другом, катаясь на лыжах. И уже тогда понимал, что этот вид спорта станет его стихией. С приходом в школу нового тренера Николая Малахова в жизни мальчика появился палеотлон «Зимний». Как отмечает спортсмен, он приложил все усилия, чтобы добиться успеха. Мы стали выезжать на соревнования различного уровня, такие как российский, уральский федеральный округ. Вроде результаты пошли как в кору, как говорится. Поступив в Курганскую сельскохозяйственную академию, Роман не оставил спорт. Напротив, он отдал предпочтение уже лыжным гонкам. Более 10 лет упорных тренировок не прошли даром. В этом году также выступал на всероссийских соревнованиях среди сельхозвузов. Там я выиграл гонку свободным стилем на 15 километрах. На всероссийские сельские игры ездили тоже в этом году. Гонку также выиграл свободным стилем на 10 километрах. Особенно значимое событие для спортсмена произошло на международном марафоне по лыжным гонкам в городе Мурманске. Уровень, признается Роман, достаточно высокий. В этих соревнованиях принимали участие полторы тысячи человек из пяти стран мира. И хотя Зауралец занял лишь седьмое место, именно там он выполнил норматив и получил звание мастера спорта России. Его друг Василий Приходько говорит, победы товарища воодушевляют и все в команде на него равняются. Все были очень рады, когда он выполнил долгожданное звание, выполнил мастера спорта. Все за него порадовались. А так все тянемся друг за другом, как я уже говорил. Но Роман пока никому не оставлял шансов до этого момента, что даже не давал повода подумать, что кто-то его обгонит. Сейчас сезон гонок подходит к концу, но команда продолжает готовиться по оставшемуся снегу. Ребята планируют покорить еще одну вершину на международном марафоне в Ханты-Мансийске. Лариса Драгункина, Глеб Печорских, Кирилл Филимонов. Информационное агентство Курган.ру. Вечер под гитару в компании близких друзей. Василий Фадин, музыкант из Екатеринбурга, приехал с сольной программы для курганских поклонников. На выступление побывала наша съемочная группа. Василий Фадин – давний друг курганской музыкальной тусовки. Группа «Сандоус», фронтменом которой он является, завоевала любовь жителей Кургана несколько лет назад, выступив на разогреве финских инди-рокеров «Мурманск». С тех пор много воды утекло, сменился состав «Сандоус», однако с каждым годом и каждым выступлением курганских поклонников у Василия становится все больше. Такой успех музыкант объясняет просто. На концерте нас заметили люди, насколько я понимаю. Мы искренни, они искренни в ответ. Так почему же не процветать любви? Вместе со сменой музыканта в группе, можно сказать, взрослением, многое изменилось и в творчестве. Это больше не пост-рок, как было изначально. Музыка начала приобретать больше радийный формат. Кстати, за это время изменился и Курган. Наш город для Василия стал очень близким. И в этот раз музыкант был приятно удивлен. Меня сегодня удивило, что когда мы ехали на автобусе по дорогам, нет я. Нет выбои. Может быть, мы по каким-то не тем улицам ехали, но просто серьезно, вот этой вот бомбежки, нет вот этих дыр. Это очень приятно, очень классно. Менеджер и хороший друг группы «Сандоус» Антон Вяткин не перестает удивляться курганской публике. Сегодня мы ехали сюда и поняли, что на концерте одного Василия Валерьевича будет наших знакомых больше, чем обычно на нашем концерте в Екатеринбурге. Почему так? А вот, это магия Кургана. Вечер получился душевным. Романтичные песни на английском языке и дружеская атмосфера принесли зрителям массу приятных эмоций. Можно сказать однозначно, после этого выступления поклонников музыканта прибавилось. Ну, я по-английски не очень разбираюсь, но так мне очень нравится. Приятно слушать. Очень грустно, вот очень прям под гитарку и прям так, как в Америке, в каких-то таких мелодраматичных фильмах. Первый раз вижу и слышу этого исполнителя, мне очень понравилось. Очень приятно, молодой человек, голос очень приятный. Мягкий, искренний, нежный, наверное, душевный, то есть очень приятный. Марина Богатырева, Глеб Печорских, Александр Бутаков. Информационное агентство Курганру. Далее смотрите программу «Твой стиль». А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Идеальным дополнением к образу невесты станет белоснежная улыбка. Отбеливание зубов безболезненное. Для зубов опасности никакой не представляет. В клинике стоматолог и я используют новейший способ отбеливания. Как правило, вся процедура не требует больше одного посещения, но при этом эффект может сохраняться до нескольких лет. Изначально мы определяем цвет зубов, какой у нас есть, и по желаниям пациента уже, что бы они хотели, какого цвета улыбку они бы хотели. Или слегка осветлить, или получить какую-то супер белую улыбку. Из этого уже строится прогноз. Прекрасно дополнит белоснежную улыбку стразы. Они обработаны в заводских условиях, под компьютерным контролем и не теряют блеска со временем. Крепятся при помощи специальных материалов без нарушения целостности эмали, и при желании их можно удалить, не повредив зуб. Благодаря помощи профессионалов клиники стоматолог и я, наша невеста уже готова блистать на самом важном торжестве в ее жизни. На Черное море или на Курилы, на Мальдивы или в Туманный Лондон. По-прежнему выбор, куда отправиться в свадебное путешествие, зависит от кошелька и фантазии молодоженов. Хорошо, если есть кому подсказать. За помощью будущей супруги Артема Васса обратились в туристическое агентство «Тысяча и один тур». Я ребятам бы предложила, наверное, Грецию, потому что это очень романтическая страна, она очень красивая. Греция – это страна для прекрасного пляжного отдыха, и помимо этого, так как это колыбель античной культуры, есть масса вариантов для экскурсий. Уникальные истории и архитектура Греции и потрясающая природа этой страны подарят массу впечатлений молодоженам. Для того, чтобы сделать медовый месяц еще более приятным, в агентстве «Тысяча и один тур» позаботились о скидках. Если, допустим, бронировать сейчас, то это будет акция, конечно же, раннего бронирования. То есть бронируем сейчас, платим позже и платим меньше. До 35-50% будет скидка. Свадебное путешествие может быть роскошным или демократичным в пределах родной страны или на другом континенте. Главное, чтобы поездка принесла удовольствие молодым супругам и стала незабываемым началом совместной жизни. С 6 по 15 апреля с 10 до 7 часов в ДК железнодорожников пасека Кучаевых проводит акцию при покупке башкирского меда от 500 рублей сотовый мед в подарок. Цена меда от 250 рублей дегустация. Пенсионерам скидка 5%. Он покорил мир. Мир аплодировал стоя. Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан. 17 апреля, 19 часов, возрастная категория 6+. Читаешь газеты? Ездишь на такси? Ежмедельник «Зауральский курьер» и «Такси. Да!» объявляют конкурс. Подробности на страницах газеты. Шинный центр «Вианор». Всегда большой выбор шин и дисков по комфортным ценам, а также шиномонтаж, 3D-геометрия, установка сигнализации и музыки, тонировка. Шинный центр «Вианор» – магазин-партнер финской фирмы «Нокиан». Проспект машиностроителей 38В. Бульвар «Мира-3». Гастроном «На Кирова» представляет. Каждый четверг дегустация. Мясоперерабатывающее предприятие «Юргомышские колбасы». Гастроном «На Кирова». Низкие цены и традиционное качество. Журнал «Телесемь и такси. Да!» возвращают деньги. Купи «Телесемь», найди купон и оплати им часть стоимости поездки. «Телесемь и такси. Да!» выгодно всегда. Сохрани лучшие моменты жизни не только в памяти. Фотокниги и сувенирная продукция – лучший подарок себе и близким. Типография «Курьер». Первый концерт стендап-комеди в Кургане. Привет, друзья! Меня зовут Руслан Белый. И вот этого числа я буду вот в этом месте со своим сольным стендап-концертом. Приходите, отлично проведем время. Хотите украсить свой сад красивыми садовыми дорожками на зависть друзьям и соседям? Представляем пластиковую форму «Садовая дорожка». Формы предельно простые в использовании и идеально стыкуются друг с другом. Имеют оптимальный размер и легкий вес. Долговечны и не требуют ухода. Всего за 1499 рублей одна форма. Или комплект из двух форм за 1999 рублей. Заказ по телефону 55 48 55. Ребята, хотите попасть на спектакль Театра кукол «Гулливер»? Тогда читайте газету «Зауральский курьер», выполняйте задания в рубрике «Умняша» и выигрывайте билеты на наши представления. Так просто? Да! «Зауральский курьер». Добро пожаловать в сказку. Такси «Да!» Айда! Телефон 65 00 45. Большой выбор пальто на любую фигуру. Европейский стиль, итальянские ткани. Классическая сдержанность. Сеть фирменных магазинов-салонов «Классика». Новый жилой комплекс «Феникс» от застройщика «Инвестсити». Это квартиры с уютной планировкой по доступной цене и развитая инфраструктура района. Жилой комплекс «Феникс». Птица счастья в ваших руках. Звоните 640 200. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Сеть салонов «Женская одежда «Классика» представляет весеннюю коллекцию дизайнерских платьев для курганских модниц. Все лучшее для своих клиентов. Новый жилой комплекс «Феникс» в полице Зержинского, 31А. Уютные квартиры студии от 990 тысяч рублей. Жилой комплекс «Феникс». Птица счастья в ваших руках. Звоните 640 200. А теперь о прогнозе синоптиков. В среду метеоусловия в Заурале будут определяться теплым сектором Атлантического циклона, генерирующего облачность и небольшие осадки, при температурном режиме, соответствующем своей климатической норме. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени от плюс 6 до плюс 8. Временами небольшой дождь. В Кургане ночью переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 2, минус 4. В нем в Кургане облачно, с прояснениями. Возможно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 миллиметров тутного столба. 8 апреля солнечная активность умеренная. Гемонитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!